Здравствуйте. Доброе утро. Сергей Михайлович, я вам такой вопрос. Скажите, если после прививки поднимается температура, то еще хотят спросить, какие прививки, они более часто имеют негативные побочные эффектности? Я вас попрошу повторить, будь ласки, еще раз. Питание тут не совсем было чітко. Да. Скажите, если после прививки ребенку поднимается температура, то что это делать? Стоится ли тревогу? Стоится беспокоиться об этом поводу? Вызывать врача где-то нормально. И какие прививки я хотела еще спросить? Где месяц наиболее часто они приятные побочные эффектности, или даже опасные могут быть. Давайте спочатку все-таки выясним, яка температура у вашей дитины? Это вообще леторический вопрос. Подниматься температура, как правило, у меня просто ребенок уже вырос, но так и теперь я сли поднимался уже. И незначное подвищение температуры не є тим показником, чтобы вы вызвали турбованность. Такая реакция возможна. Поэтому, в принципе, лекари призначают жарозниживающие препараты, и дитина спокойно приходит в период после вакцинария. Поэтому это не является каким-то важным реакцией, или, скажем, ускладением, которое мы можем характеризировать как ускладением. Что касается вакцин, которые дают, как вы говорите, побочные эффекты, побочные реакции, то я хочу сказать, что в принципе вакцина – это иммунобиологический препарат, которые используются для препаратов инфекционных заболеваний. Поэтому мы имеем в виду тех, которых она используется. Но в данном случае я хочу еще раз четко оголосить, что вакцины, которые закупаются централизованно, это, как правило, все вакцины, которые известные производители. И, как и у любого препарата, у него, звичайно, могут быть певные реакции. Но эти реакции достаточно незначные, и они, звичайно, не могут влиять на эту эффективность, которую дают сами вакцины. Скажите, пожалуйста, еще такой статичный вопрос. У меня хорошие подруги. 5 лет назад, девочке с географической контрольной милиции, у него пропал слух. Не всегда. 6-7 лет, ему 8 лет, но слуха нет. Конечно, доставать связь оказалось почти невозможно. В конце концов речей сказали, что не тратить время, как-то проходит какой-то анализ того, как прививки повлияли на детей. Или по-прежнему родители ничего не могут доказать? Ну, я вам хочу сразу поведомить, что у нас, згідно нашего законодавства, все, что происходит в післявакцинальном периоде протягом 30 дней, мы визначаем как возможная реакция на щепление. Поэтому все эти случаи фиксируются, все реакции, которые происходят, они также фиксируются и передаются. У нас есть специальная установа, которая собирает все эти реакции, которые могут быть, и, соответственно, в целом проводится их анализ. Я вам хочу сказать, что стосовно того випадка, что вы назвали, мне тяжело вам сейчас что-то говорить с этого привода, но я вам одно могу сказать целиком чётко, что наслідки, те, что вы назвали, после проведения вакцинации против плюмилита, вечер год, пока мы никогда не фиксували. Понятно, спасибо. Да, пожалуйста. У меня следующий вопрос. Честно говоря, на подобные онлайн и пресс-конференции мы, пожалуй, каждый год проводим, как бы, и вот был вопрос от читателя, то есть я буду заполнять плаву, чтобы приобрететь читателя. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте, меня зовут Глеб. Такой вопрос по поводу короткомов. Дело в том, что в последнее время, я смотрю, перестали делать совсем прививки новорождена. То есть раньше сделали ту же БЦЖ, вот сейчас не делают. И вопрос такой, а необходимо ли всё-таки их делать и, собственно, где достать эту вакцину и как убедить, вообще, что эта вакцина нормальная, то есть качественная, то есть где её покупать и сколько она вообще там стоит? Спасибо за вопрос. Я хочу сразу вам поведомить таку позитивную новину. Вчора Верховной Радой были приняты изменения до закону Украины про лекарские засоби, где была регулирована оця норма стосовно для использования вакцины БЦЖ. На сегодня в Украине вакцина БЦЖ есть. И тот период, когда её не использовали, был связан именно с тем, что вакцина не мала перереестрации и, соответственно, до нашего законодательства она не мала права быть использована. Поэтому она перебивала в так называемом карантине. Что касается пологовых будинок, то в пологовых будинках вы правильно пометили, что вакцинуются діти от туберкульоза, это вакцина БЦЖ, и против гепатита В. На сегодняшний день эти вакцины есть. И поэтому сейчас, я думаю, этот период мы заповнимо и будем вакциновать всех детей, которые это потребуют. Те дети, которые своёчасто не отримали в половом будинке, они отримают уже в лечебных закладах за местом своей реестрации, там, где они стоят на облике. Что касается якости, я бы хотел бы сразу вам подкрасить, что, згідно, знов таки, наших законов, наказов, обовязково ознайомлювать батьков со всеми теми материалами, которые стоят вакцинации, в том числе и по якости вакцины. Вакцина обовязково проходить, она имеет свой сертификат якости, но в Украине она также проходила полный лабораторный, посередине, лабораторный контроль, надается висновок на ее безопасность и эффективность, я имею в виду, что вакцина эффективна и абсолютно безопасна. Таким чином, батьки, ознайомившись с этими материалами, я имею в виду, с сертификатами, могут переконаться в безопасности этой вакцины. У нас не допускается ни одного випадка, чтобы вакцина выкористовалась, скажем так, сумнивной якости, чья не прошла лабораторный контроль. Спасибо. Я сразу буду уточнение к этому вопросу. То есть вакцина попала в роддом отличного качества, потому что ее проверили по серии, а в тот момент, условно говоря, от того, как она попала в роддом и попала до конечного потребителя. Могут быть какие-то нюансы, не знаю, медсестричка вместо вакцины вколола в воду, я, возможно, говорю какие-то наивные вопросы, но, тем не менее, точно знаю, что они беспокоят мамаш, которая, была ж волна, вакцины плохо-плохо, страшно-страшно, поэтому, возможно, это породило какие-то байки. такие, как здесь контроль происходит, собственно, вопроса. Ну, я бы хотел сразу вам наголосить тут и сказать с такого привода, с такого привода, что вакцины от виробника до лекового заклада мают дотримоваться, обовязково, их поставка мает дотримоваться так званого холодового ланцена. Тобто, все вакцины, как правило, большинство вакцин, они мают зберегаться при температуре плюс 2, плюс 8. вакцины, соответственно, на каждом этапе есть приводы, которые могут это контролировать. Это термоиндикаторные картки, какие-то датчики, которые регулируют температуру, при которых доставляется вакцина. Когда вакцина поставляется в лековый заклад, и принимается так, все документы, которые подтверждают правильное зберегание и транспортное, после чего она перемещается в холодильник. Есть, соответственно, наказы правила зберегания вакцины. Контроль за збереганием вакцины здействуется дважды на день, рамками и вечером. Для этого заведена специальная форма, визначена людина, которая обязательно контролирует и за это несет персональную ответственность. Поэтому, скажем, тут вариант такой, что есть переживание, что что-то не так, я думаю, это займ. у нас вопросы считатели. Добрый день, прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте, мне дознать А скажите, пожалуйста, вакцины можно приводить? Или можно немного заценивать? Сколько безопасный период? 2 месяца? Спасибо за вопрос. Вы знаете, что у нас в Украине, как и в многих европейских всех странах, есть календарь профилактических щеплений. Календарь – это не просто документ, который регламентует те или иные щепления, он еще визначает строки их проведения. Ци строки визначаются также, враховывая много аспектов, в том числе медичных, и дотриматься интервала, конечно, важно, чтобы дитина получила вакцинацию против той или иной инфекции в те строки, которые указаны в календаре. Но, по тем или иным причинам, эти строки или график проведения щеплений может дещо помещаться или порушиться. Это тоже не является таким, скажем, важким порушением, потому что лекар может для каждого дитина визначити индивидуальный график проведения щеплений. Для нас важно, чтобы дитина получила весь комплекс щеплений, который предназначен календарем. Если произошло изменение каждого лекарь должен индивидуально коррегировать для той или иной или иной лекарь. можно пропускать или что лучше можно пропускать? Я бы хотел уточнить, что можно пропускать? Я бы хотел сказать, что как раз на первом уроке мы формуем первинный вакцинальный комплекс. когда дитина получит необходимые щепления против таких важных заболеваний, как дифтерия, полиумиелит, кашлюк, кир. Бажано проводить дитину на первом уроке життя щепления. Календарь это науковый документ. Это не просто строки, которые визначены вольно можно трактовать. Тобто стараемся как раз наш календарь отвечает европейскому календарю, и те строки в многих странах вынуждены науково доведены. Да, будь ласки. Так вот касательно первого вопроса я начал, я закончил мысль. Проводим онлайны часто, и вот был какой-то период, ну года два, наверное, назад, три, всплеск против вакцин всевозможных, отказных вот я боюсь соврать, то есть года три-четыре, то есть ну пусть это будет 2010, ну может еще то есть Добрый день. Здравствуйте. я, я тут хочу вас вопрос спросить. Вот раньше у нас несколько историй в стране, когда из-за некачественных вакцин ну, допустим от кори умер подросток там где-то на востоке. вот и тогда сказали, что вакцина была из Индии, а ее купили, потому что она стала дешевле, чем даже там транспортная вакцина. А вот теперь у министерства нету денег, чтобы купить хорошие препараты, ну как я поняла. вот и как мне знать, что допустим я сама ребенка, когда хочу сделать вакцину от кори она не будет в Индии и так сказать прозрачная некачественная. Спасибо. Я не зрозумел ваше запитание. Ну, по-перше, хочу сказать, что на сегодняшний день, если вы назвали препарат индийский, то мы не закупываем жодно индийской вакцины для проведения плановых щеплений в том числе и против кори. Мы закуповываем французскую вакцину, бельгийскую вакцину. Поэтому я повертаюсь до своей ответственности, которую я давал трошки ранее. И хочу сказать, что все вакцины проходят в лабораторный контроль якости. Ви маете право, когда вы приходите на щепление, когда вы подписываете информационную згоду батьки, вы маете право ознайомиться с будь-якой документацией, которая связана с щеплением. В том числе, и чтобы вам надали сертификаты той вакцины, которую будет вакциновать вашу дитину. Там будет вказано и виробник, и вказано, и вказано, какая это вакцина, и много другого информации, которую вам цікаво будет знать. Поэтому, звичайно, говорить про то, что какую-то вакцину купить дешево, скажем, за отсутствие певных коштей, я думаю, это не доречно, потому что вакцины, которые мы закуповываем уже на протяжении многих годов, ну, по крайней мере, остальных, я вам скажу, 5 годов, у нас не было жодного випадка, который бы был связан с тем, что у дитина какие-то важные наслідки, или, не дай бог, какие-то смертельные випадки после использования вакцины. Мы чаще всего имеем ситуацию, когда вакцинация, на жаль, совпадает в часе с теми негативными событиями, которые могут быть у детей. Таким чином, очень часто не совсем переверена информация начинает расширяться с точки зрения того, что это причинила вакцинация. Но в данном случае это просто связано в часе, а не связано с вакцинацией. Вы можете получать любую информацию на те реакции или, скажем, после проведения вакцинации, которые были под той или иной вакциной. Это доступная информация, и вы можете так же такую информацию получать, надавши, скажем, запись на публичную информацию. Понятно. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Как часто пишут октажные? У нас антивакцинальная кампания, вакцинация она, на жаль, не есть чьимось винятковым. Это такие, скажем, компании и в многих развинутых краях. Давайте ответим на вопрос, буквально секундочку, подождите, закончите мысль. Ну, в принципе, у нас, как правило, антивакциональные кампании, они тоже носят хвилеподимый характер, связанные с той или иной подъем, которая может быть, как я уже сказал, в какой-то мере спровоцирована. И тогда это усиливает антивакцинальную кампанию. И, какой будет в этом обеду дух и есть ли уже обыкновение от него? Да, звичайно, на сегодня мы уже четко знаем, какой штановый склад вирусов будет в этом эпидезоне. Ну, и эпидезон у нас уже начинается, и закончится в 2015 году, как правило, всегда захопливает кисть и начаток следующего года. И на этот эпидезон Организация охраны здоровья визначила три основных вируса, вирус А, так званый Калифорния, H1N1, мы немного знакомы по прошлым годам. Это также А, Тексас, H3N2 вирус и вирус Б, Массачусетс название. Это три вируса, которые будут циркуровать в этом эпидезоне. Звичайно, что виробники вакцин против гриппозных знают что вирус 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 есть вирус 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 Это, соответственно, додается так называемая сумка-холодильник с термоэлементом, который холодил. И, соответственно, визначается час, на протяжении которого вакцина должна быть доставлена до лекового закона. И там проведено щепление. Не все ответственность за вакцинацию лекарь. Поэтому лекарь должен четко видеть, как подошла вакцина, какая это вакцина. И таким образом он уже принимает решение по проведению вакцинации. Будь-якие способи через интернет, конечно, относительно вакцины, это непрепустимо. Интересно, зачем ему сказать вакцину в интернете? А в аптеках они продаются вакцины? Да. Да. А в холодильнике ее можно сразу купить в холодильнике? Ну, есть порядок, виписанный порядок отпуску. Тобто, когда вы приходите в аптеку, например, если эта аптека имеет в своем складе вакцины, то таким образом они должны выписать вам чеки вказанный час. Они вам дают сумку-холодильник. Вона может быть залоговая или ваша. Ну, то есть залоговая вы платите, например, за ней 40 гривен, потом вы приносите вам эти 40 гривен. Ну, я так, финансово не ориентуюсь, какая ее вартость. Ну, так скажем. Я вважаю, что она дешевше не будет. Вот. Вы платите эти гроши, вам выдают сумку з термоэлементом-охолоджуючим и, соответственно, в той час, который вы должны доставить в лікувальний закон. Когда вы доставляете лікувальний закон, там фиксируется, в каких условиях сберегалась вакцина. Как правило, она может иметь какой-то контролючий прилад в середине. И таким чином перевантаживается в холодильник. То есть мы гарантуем, что от аптеки до лікувального закону она была сбережена в тих належных условиях, в которых она должна сберегаться. То есть, кто-то есть, порядок отпуску, он снова-таки реалиментованный нашим наказом министерства. И тому, если те аптеки, которые хотят торговать, они так и торгуют. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Александр Сергеевич Владимирович. У меня вопрос такой по нашей зоне ТО. Вот, я знаю, что вы читали. То есть, в факте, допустим, вакцина закончилась в большинстве. А вот что происходит сейчас в репортажном зоне? То вообще есть ли на вас обеспечены вакцины? Ну, мы сегодня, напевно, немного другую тему говорим. В данном случае, если мы говорим о использовании вакцины для профилактики инфекционных заболеваний, то вы сами понимаете, что мы должны понимать, против каких заболеваний мы их используем. Если говорить о вакцинации дорослого населения, то доросло население должно получать вакцинацию против дифтерии правца. Для этого мы используем тривальный час. И сегодня, я думаю, будем также продолжать использовать это анатоксин дифтерийно-правцевый, который доросла человек должна получать из 28 лет каждый 10 лет. Это как раз профилактика правца, который может возникать при разных травмах, разных характерах, которые связаны, скажем, и в том числе могут возникать при проведении тих или иных действий в зоне антоксин. Если человек своё время получил эти щепления, то, конечно, никаких дополнительных щеплений проводить не нужно. Потому что, еще раз говорю, что вакцинуются против певных инфекций, которые изначены нашим календарем щепления. Проблема есть вакцинации? И еще до одного дня не хочет сделать щеплений? На сегодня нет. На сегодня этой проблемы нет. Мы получили гуманитарную помощь. Как раз она – токсин правцевый, который может использоваться для вакцинации, скажем, в зоне АТОМ. Прошленичный случай, насколько я понимаю. Если человеку раз в 10 лет, то вероятность того, что человеку, именно воюющему, нужно привлечься. Нет. Тут вопрос стоит в том, что если он раз в 10 лет вакцинировался, у него есть университет для этого захорон. Если он не получил, и сейчас он имеет какую-то травму, то воинский должен быть вакциноваться, потому что он не захищен от того же самого правца. Я не говорю за дифтерию, но просто, сгідно нашего календаря, я бы сказал, так званая вакцина АДПМ, она используется для каждой 10 лет и для дорогих. Но, на жаль, это все. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло, добрый день. Меня зовут Мария, я из города Киева. Скажите, пожалуйста, а вот за сколько до начала эпидемии вхипам нужно прививаться? Ведь у нас обычно почти никогда не оглашают эпидемию. И скажите, ну а с другой стороны, вокруг болеют все люди, но где там никто не оглашает, что эпидемия началась? Может быть уже пора делать прививку или нет? И как правильно это сделать? Спасибо. Дякую. Ну, вы задали как раз те вопрос, про яке я уже трошки на початку сказал, что как раз мы находимся в период зростания захворюваностей на гриппу. На счастье, у нас на сегодня еще нет эпидемии гриппу. Но вакциновать можно в любой период. Потому что вакцины инактивованы, они не связаны с периодом вакцинации. Я имею в виду, когда уже началась подъема захворюваностей, или на початку подъема, когда еще захворюваность поодинока. Но как раз сейчас тот период, который мы рекомендуем проводить щепления людям против гриппу. Сейчас тот период, когда мы еще не имеем эпидемии, и поэтому вакцинация в этот период будет больше эффективной. Спасибо большое. Вакцинироваться, опять таки, чтобы закончить вопрос Марии, как я понимаю, в любую поликлинику пришел и сказал еще вакцинироваться, или как? Ну, звичайно, если вы, например, хотите принимать свой грипп. От гриппу, да? Да, звичайно, вы можете прийти в кабинет щепы. Там, где есть кабинет щепы. Мы говорим не про поликлинику, а вакцинацию мают проводить в суд в кабинет щепы. Если там есть кабинет щепы, там у вас гляне литок, и тогда уже какие вакцины есть. До речи, много поликлиник, они имеют возможность, ну, есть, знаете, что аптеки при поликлиниках. Если они проводят вакцинацию, то они же там же и берегают эту вакцину. То есть вы можете оплатить эту вакцину и ее доставлять вам в кабинет, и тут же у вас провокцина. До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok